Подводя итоги прошедшего периода, могу проинформировать о ситуации. За период 5-месячный 2021 года план, установленный на 5 месяцев, перевыполнен на 18%. Если говорить в абсолютных цифрах, при плане 865 миллионов рублей за 5 месяцев налоговой службы, собрано 1 миллиард 26 миллионов рублей. В этой связи хотелось бы выделить наиболее результативные районы. Это у нас Гагарский район, инспекция Гагарская, Гудаутская инспекция, инспекция Сухумского района. Гулрыбш показывает очень положительную динамику. На удивление, Творчал не отстает в части выполнения планов. И Гал тоже показывает положительную динамику. Что касается исполнения планов в разрезе налогов, тоже наблюдается положительная тенденция с нарастающим итогом за 5 месяцев. По налогу на прибыль выполнение составляет 109%. По доходному налогу выполнение составляет 119%. Из наиболее, так скажем, значимых налоговых поступлений в абсолютных выражениях это налог на имущество, выполнение 122%. НДС выполнен на 130% с общим плюсом в 96,6 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Плата за землю на 164% выполняется. В целом, если говорить о результатах 5 месяцев, план выполнен на 118%. Далее, хотелось бы сказать о ситуации с задолженностью, которую мы наблюдаем. В целом, ситуацию можно назвать контролируемой, так как всего по сравнению с аналогичным периодом 2020 года задолженность увеличилась на 2%. И на текущий момент, на 1 мая составляет 969 миллионов рублей. Из них текущая задолженность 158 миллионов, проблемная задолженность 677 миллионов. И задолженность по налогоплательщикам, не прошедшим перерегистрацию, 132 миллиона. Вкратце, хотел бы коснуться взаимодействия с службой судебных исполнителей. В целом, если коротко говорить о цифрах, за весь период взаимодействия в службу судебных исполнителей направлено материалов на общую сумму задолженности порядка 157 миллионов рублей. На текущий момент результат взыскания этих обязательств составляет порядка 15 миллионов рублей, что, на мой взгляд, достаточно низкая результативность. В этой связи предполагается ряд мероприятий по изучению сложившейся ситуации и принятию мер по повышению эффективности для взыскания. Принципиальным вопросом для меня является обязательно справедливое отношение к налогоплательщику. Что я имею в виду? Налогоплательщик, который является добропорядочным налогоплательщиком и платит своевременно налоги, заслуживает, безусловно, подобного же отношения к нему. Налогоплательщик, который систематически допускает нарушение налогового законодательства, занижает доходы, занижает различные виды налоги, обязательно должен быть в рамках действующего законодательства подвергнут штрафным санкциям. Это принципиальный подход, который я довожу до всех сотрудников министерства и инспекции. Это, на мой взгляд, будет способствовать, в первую очередь, повышению дисциплины самих налогоплательщиков. Ну и, безусловно, люди, которые платят своевременно налоги, для них это будет тоже соответствующим показателем, что если не платить налоги, пусть это будет не в тот же день, но рано или поздно налоговая инспекция придет и обязательно оштрафует в рамках действующего законодательства. Слава Богу, те полномочия, которыми наделена налоговая служба, обязывают инспектора применять штрафные санкции, которые прописаны у нас и в законе об основах налоговой системы, и в законе о государственной налоговой службе. Вот в этой связи будет усилена работа, будет усилен контроль в части работы непосредственно инспекторов на местах, будут проводиться соответствующие организационные мероприятия центральным аппаратом по взаимодействию с налоговыми инспекциями. И опираясь на все вот эти запланированные мероприятия, мы можем с уверенностью сказать, что результат будет. Результат будет не менее, так скажем, главной задачей, которую поставил перед нами президент, это выполнение плана плюс 15%. На это мы ориентируемся и будем делать все возможное для достижения этой цели. В части взаимодействия с российскими коллегами, я как-то уже кратко говорил, в этом направлении мы тоже планируем усилить работу. В рамках программы гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Абхазии есть блок вопросов, касающийся налогового законодательства. В рамках рабочей группы, которая создана, будет министерством предложена дорожная карта. Основным направлением ее будет являться развитие и внедрение информационных технологий. Совместно с российскими коллегами были проведены селекторные совещания, в рамках которых российская сторона выражает поддержку в части обмена опытом, предоставления технологий, которые позволят нам существенно увеличить администрирование и самих налогов, и существенно упростят все бизнес-процессы, которые происходят у нас в министерстве. Мы на это очень рассчитываем и надеемся, что к концу этого года в рамках планируемого подписания соглашения между нашими ведомствами нам удастся уже показать конкретные результаты. Смело можно, конечно, подтверждать усилия, старания Министерства по налогам и сборам. Это очевидно, это напрямую отражается на таких явных бюджетных показателях. Но как сегодня мы, в частности, пообсуждали с учетом каждого района и проблем, стоящих перед районом, потенциал там еще есть. И вот эти ожидания, несомненно, должны оправдаться, в том числе и через такие меры, как изменение норм налогового законодательства, изменение, в принципе, подхода к администрированию, разработанные инициативы, подготовленные, внесены на различных уровнях, начиная с нормативно-правовых актов в форме закона и других, в частности, о контрольно-кассовой машине. Это, конечно, несомненно, придаст новый импульс. И вот о чем говорил министр, повысит эту прозрачность и справедливость по отношению к налогоплательщикам. Но, как мы понимаем, средства, которые администрирует Министерство по налогам и сборам, они полностью своевременно и в полном объеме, подчеркну, должны поступать в бюджетную систему. Александр Златинский, мы тоже столкнулись с таким явлением, ну, ликвидность в стране стала увеличиваться, это хорошо, что не всегда исполненные обязательства налогоплательщиков вовремя доходят до бюджета. Вот эта вот дорожка, которая отсекается на каком-то пути, в данном случае в кредитных организациях, я бы здесь попросил бы тоже вашего содействия, совместное поручение уполномоченным органам осуществлять постоянный контроль, потому что несвоевременное зачисление, это, на наш взгляд, рассматривается как безвозмездное, бессрочное пользование государственными средствами, при том, как кредитные организации, ну, мы знаем кредитную политику в нашей стране, предоставляют эти же, на мой взгляд, средства под проценты. Здесь должна быть какая-то справедливость. Есть задолженность по прошлым периодам, по кредитным организациям, которые уже не являются кредитными, в некоторых случаях. Поэтому здесь отвлечение этих средств, мы знаем по отдельным видам налогов, может привести к таким большим разрывам, что не хотелось бы, естественно, наблюдать и сегодня, и в будущем. Ну, а так, показатели, конечно, еще раз повторюсь, очевидны. Виден рост по всем видам налогов в Вачимчевском районе, конечно, там поддержка нужна существенная. У нас тоже есть инструменты в рамках бюджетного законодательства. В этом смысле мы тоже посмотрим, как можно поддержать. Да, несомненно, это будет сделано либо путем внесения изменений в бюджет текущего года. Я полагаю, что одобрение найдем мы в этой инициативе. Либо за счет изменений межбюджетных трансфертов в других районах, там, где перевыполняются доходы, поступления по доходам. Хвалебные слова высказывать не будем. Долгов у нас много, обязательств еще больше. От вашей профессиональной деятельности зависит успех многих проектов, которые должно осуществлять государство. Вы люди опытные, новичков среди вас нет. Поэтому рекомендуем вам значительно увеличить свои усилия по администрированию налогов. Значительно. Имею в виду, прежде всего, те службы, где есть очень высокая налогооблагаемая база. Министерство, министр, аппарат весь будет этим принципиально заниматься. Если нужно вновь командировать ваших сотрудников в Гагрыский район, сделайте это. Если нужно откомандировать ваших сотрудников в город Сухум, сделайте это. Нам нельзя упускать время. Нам нельзя снова загонять деньги в долги, которые уже многими годами никем не оплачиваются. Поэтому систематический контроль, постоянная объективная отчетность, принципиальный подход не должно быть, как уже мы говорили по ходу разговора, ни друзей в этом смысле, ни родственников тем более, ни знакомых, ни соседей. Все в этом плане равны перед налоговым законодательством. По итогам года посмотрим. По городу Сухума, еще раз говорю вам, уважаемые коллеги, есть резервы, вы должны их взять. По Гагрскому району есть резервы, вы их должны взять. Есть резервы в Гудаутском районе. Поэтому садитесь, занимайтесь аналитикой. Придется много ходить и ездить, чтобы так не случилось. Нам будут известны налогооблагаемые объекты, которых в вашей отчетности нет. Чтобы так не случилось. Повторяю еще раз. За хорошую работу будем поощрять, за плохую работу будем без стеснения наказывать. Как мы будем встречаться на уровне министерства, на уровне вице-премьера, который курирует это направление работы, мы определим по ходу нашей деятельности. Но эти встречи не будут для вас обременительными. Сегодня мы немножко затянули по времени. Мы это будем делать, наверное, в два раза быстрее. Но эти встречи будут. Индивидуальные встречи будут. Посчитаем возможным с министром и с курирующим вице-премьером. Такие встречи проводить в полгода раз или в три месяца один раз. Мы это будем делать. Если вы не возражаете. Договорились? Желаю вам успехов. Есть чем заниматься. Как говорится, за работу.